приветствую подписчиков и гостей игрового канала good boy с вами слепцов александр как обычно и я решил сыграть во вторую часть мимпе 1 прошел только что решил сыграть во вторую потому что почему бы нет вот так выглядит вступительный экран что это единичка как видим игра русифицирована вы хотите удалить сохранение да у меня нет никаких сохранений слоты это видимо слот в котором все сохранилось вот это я не знаю что такое мимпе dreams режим вызовом пройдите так далеко как только как вы только сможете с одной жизнью это видимо классический режим просто это мимпе dreams я не понял это разные уровни да это другой уровень это видимо разные уровни не знаю что это значит ладно начнем с первого как обычно и попробую действительно пройти полностью а вот он прямо на облаках сразу проснулся и такой чё такое чё такое я чё сплю а курочка такая кукарек а он говорит мне не надо не надо звуков я хочу спать она курница над ним смеется и мы решили догнать ее и проучить и нравится как выполнена анимация движения пёсика в этом в этой игрушке по-другому не так как первой части вот это круто более аккуратно все да и сам тёсик немножко по-другому выглядит так ухты я нашел называется секретик секретный ход действительно тут бы я не смог пройти кактус мешает а здесь могу так вот у нас чемоданчик ухты он открылся ухты он тут еще и воет чего только не бывает ну нужен кажется только для того чтобы запрыгнуть вверх чекпо это выглядит немножко по-другому в прошлой игре это были гидранты вообще графика такая более тяжная что ли более едино и не знаю листики вот эти летают короче более продвинутая думаю так можно сказать вам все подсказывают подсказывают ате и в этом в этом уровне можно двигать как их называется облачка вместе с собачкой первой части мы могли двигать их только без собаки а вот и можем собакой так поворачиваем поворачиваю поворачиваю чуть не поворачивается лучше я вот так но надо опустить чтобы взять лампочку поворачивать не очень удобно в этой игре а так все окей может чувствительность мыши надо чувствительность наверное надо уменьшить настройки настройки чувствительность мыши не вижу а вот она наверно это она про мы что-то вообще ничего не вижу к сожалению ладно может и так смогу принципе не так уж не туда и надо ну да ладно чего ух ты вот что здесь можно делать раскачивать классную какую-то пещеру забрались в общем вторая часть выглядит более продвинутый такой и динамичный чем первая факелы леса факелы леса два подсказка лампочки перевод не всегда корректен ну да ладно я понял надо типа это создать ну сложить этот пазм проблемка маленькая что она да не очень получается училась получили какой-то изумруд изумруд тогда я уже понял спасибо а зачем нам изумруд а он туда вставить надо тогда выход открывается двойного прыжка тут нету тут тоже можно подсказку наверное взять но я и без нее наверное справлюсь первый уровень как всегда самый простой так что а вот как ту косточку ну и я тоже я придумал как брать забавные звуки издают это существо со спасите наши души знают что значит я закрыл глаза всем цветам и он смог выбраться наши цвета цветы его наверно охраняли да и слоник благодарен нам одноногий слоник ух ты мы теперь супергеройский супергеройский у нас собрали все костики кости на уровне а ну давайте я проучу птица ты не дала мне спать за это ты умрешь прям сейчас ой я так-то пошутил я не думал что наоборот надеюсь на самом деле этого не случилось нет реально умирала мне стыдно за мою жестокость так это чего второй уровень он не понимает ух ты смотрите крыса крыса ученый спаси меня пожалуйста меня тут шприцы втыкают и тут еще трое таких как я я этим не доволен ты супергерой я пытаюсь как-то озвучить то что они говорят классно такими значками можно можно не париться над переводом то есть делайте игрушку можно чтобы все значками значками общались можно не переводить на другие языки и так все понятно и так 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 не трогать Ладно давайте возьмем три подбе подсказка лампочки это я сделал потом надо поднять птичку ничего и все больше ничего не надо а вот она марка приколе полагаю батарейка нам пригодится опа электростанция живая с груди а теперь мы переодели строителя ну шикарно первая вторая часть вообще шикарная по моему что тут происходит я думаю надо найти выход получилось тут 28 косточек будет так поехали а вот та штуковина нам мешает больше не помешает шикарная игрушка я бы сказал шикарная игрушка я бы сказал что тут написано не трогать значит надо тронуть по-любому а включить сюда и дверь открывается отлично а тут у нас лабиринтик с кучей костяшек для начала соберу все косточки ух ты вверх ногами может перевернуться 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 ух ты по какому же пути идти ну в зеленую же точно не надо прыгать я в этом почему то уверен может конечно он не умрет а приобретет суперспособность но скорее всего просто умрет да вот он еще ручит почему то время твое имя не знаю почему что мне еще нравится в этой игрушке что в каждом уровне действительно есть цель мы знаем зачем мы идем в первом уровне это проучить голубя или курицу здесь мы спасаем крысок в первой части так то тоже была цель но узнали мы о ней только в конце что цель была спасти собаку от отравления шоколадным зайчиком а здесь вот нет здесь мы сразу знаем зачем и куда мы идем ну по крайней мере зачем так так полагаю надо взять нижнюю а потом к той расширине верхней двигаться да всего десять костей осталось и одну я вижу и следователь пещер прям лара крофф том райдер четырехногий четырехлапый заметили у него шапочка еще и на хвосте прикольно ну скорее не шапочка ой ты не шапочка а касочка иначе по это он как бы спит что напоминает нам о том что это сона так что делать с розетками я уже знаю а 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 ух ты а я была отравлен а а а Управление тут более отзывчивое, чем в первой части, но все равно можно умереть. Я хотел взять эту косточку, и я ее взял, всего две осталось, а этот чем-то думает, не, не пущу, типа, чего? А, ну сколько будет дважды два? Ну четыре, правильно, а сто плюс пятьдесят, это мы уже его сказали, десять плюс пять, пятнадцать, какие трудные задачки, ух ты, мы ему сложную задачку задали, и он не смог ее отгадать. Выкуси, что называется. Так. Быстренько. Я там ни одной кости еще не пропустил, а тут только на кнопки смотрю. Нельзя собакам и нельзя мороженым. Так, напряженная музыка. Вон куча крыс, которых мы, видимо, пришли спасать. И игра зависла. Нет? Не зависла? Не показалось. Нам предлагают подсказочку. Вот так мы все запитали. Готово. И всех крыс спасли. Ты наш герой. Я буду переводить. Кости электричества, так же, как и кости леса, собраны зоозащитник. Нет. Хе-хе-хе. Использование крыс в экспериментах. Готово. Вот мы и прошли второй уровень. Так, довольно быстренькие и не особо сложные уровни, я бы сказал. Третий пока не буду, пожалуй, проходить. На этом пока закончим. В общем, игрушка мне понравилась. Мне кажется, во всех отношениях она стала лучше. Первая часть была хорошая, но эта часть, по-моему, еще лучше стала во всех отношениях. Я с удовольствием буду проходить ее дальше. На этом пока все. Пока-пока.